22 июня 1941 года – поистине страшная дата для каждого человека. Ведь именно в этот день, 81 год назад, началась Великая Отечественная война, которая унесла жизнь миллионов людей. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Для того, чтобы её сохранить, в каждой школе проводится много мероприятий, которые в первую очередь направлены на воспитание в молодёжи патриотического духа, чувство ответственности за свою родину и семью. С этой целью был организован совместный русско-белорусский проект «Поиск памяти», в котором приняли участие около 200 ребят, среди них и учащиеся школ Московского района. Они и стали спикерами диалоговой площадки, которая прошла в средней школе номер 14. Проект «Поиск памяти» посвящён событиям Великой Отечественной войны и Году исторической памяти. Цель этого проекта заключается в том, чтобы наше молодое поколение помнило о той цене, которая была завоёвана, свобода и независимость нашей Родины, старшим поколением, нашими дедами, нашими прадедами. Поэтому мы должны помнить о тех событиях, которые происходили в те далёкие годы. Участие в этом проекте «Поиск памяти» оно даёт нашим детям, в данном случае десятиклассникам, прикоснуться к истории нашей страны, к истории наших двух народов России, Белоруссии и тех народов, которые входили в состав Советского Союза. Сегодня в нашей школе проходит диалоговая площадка «Поиск памяти», в которой принимают участие три ученика, представители Московского района города Бреста, которые непосредственно были участниками этого большого проекта «Поиск памяти». Они сегодня пришли сюда для того, чтобы детям, учащимся в 10-х классах, всех учреждений образования Московского района, рассказать о себе, рассказать о проекте, рассказать о своих впечатлениях, поделиться тем, что они получили новое от этого проекта. Надеемся, что диалоговая площадка, которая проходит в нашей школе, даст очередную толчок для того, чтобы вспомнить Великой Отечественной войне, подвиг наших отцов и дедов, для того, чтобы это жило и продолжалось в наших сердцах доброй памятью и благодарностью. На диалоговой площадке ребята рассказывали о том, какие знаковые места посетили, а также с энтузиазмом делились своими впечатлениями. Каждый из них с интересом участвовал во всех мероприятиях, которые проводились организаторами. Именно поэтому живой диалог, состоявшийся в стенах средней школы номер 14, получился по-настоящему полезным и насыщенным. Расскажите, как произошла встреча белорусских и русских ребят? Какие эмоции вы испытывали? Произошло такое небольшое столкновение. Мы стояли с одной стороны белорусские ребята, а с поезда выходили россияне. И что поразило, что это было максимально торжественно. Каждый человек остался под большим впечатлением от проекта. Ребята осознали всю важность проведенного мероприятия и были рады тому, что именно им удалось в нем поучаствовать. Лично для меня это важно, потому что это все-таки сохранение исторической памяти. И моя семья, она хранит такую память, потому что мой прадед, он воевал на войне. Он дошел до Берлина, ему прострелили руку насквозь слевую. Она у него не работала, только работали пальцы. Поэтому мы помним и хотим, чтобы многие люди не забывали о том, что происходило раньше. Все те события, которые происходили с нами, все те мемориальные комплексы, достопримечательности, памятные события, которые происходили тогда во время Великой Отечественной войны, все, что нам показали, все эти памятные места, я начинаю понимать, что все мы, участники данного мероприятия, понимаем, что такое нельзя забывать. Это очень важно для нас, потому что нет будущего без прошлого. Все мы обязаны помнить свою историю. Благодаря именно прошлому можно избежать многих таких довольно грустных и печальных событий, потому что надо учиться на своих ошибках и максимально сделать так, чтобы они не повторились в будущем. Да, действительно, память о страшных событиях прошлого заставляет каждого из нас задуматься о будущем, которое в силах изменить только мы. И только от нас зависит, каким именно оно будет. Наталья Хомич, Эдуард Букунович, Юрий Лемонтович, Новости Бук-ТВ.